Если верить в ЦИОМу, каждый третий россиянин отдает вещи благотворительной организации и фонды, а каждый четвертый перечисляет им деньги. В ЦИОМ также подсчитал, что число тех, кто передавал вещи в детские дома и дома престарелых с 2009 года, выросло в полтора раза. А число тех, кто работал волонтером в кризисных центрах, больницах, социальных службах, выросло в четыре раза. Тех, кто переводил деньги благотворительным организациям, почти в семь раз. Параллельно с этим, почти в полтора раза сократилось число подающих милостыню на улице. Чаще всего деньги жертвуют детям с инвалидностью или тем, кто нуждается в лечении, 45%. На втором месте по популярности помощь животным, 26%. На третьем малоимущие люди и семьи в трудной жизненной ситуации, это 20% соответственно. Давайте на эту тему поговорим подробнее с нашим гостем. В студии у нас Павел Горелов, руководитель организации «Потому что могу». Доброе утро. Павел, доброе утро. Доброе утро. Кому вы оказываете помощь, каким категориям нуждающимся? Ну, на самом деле, я бы хотел сказать, что мы всем помогаем, но люди обращаются разные. Мы стараемся не отказывать. Но основное направление мы помогаем пожилым людям и многодетным семьям. То есть мы выезжаем в поселки Хабаровского края, привозим продуктовые наборы. И с недавних пор у нас еще вещевая ярмарка, то есть мы привозим туда грузовик вещей в каждый поселок, где люди могут бесплатно пройтись, взять все, что они хотят. И эти вещи можно, опять же, нам, людям предоставить? Все верно. Все люди, все хабаровчане могут принести вещи, ну, главное, чтобы это были качественные вещи, БУ, БУ, да, ну, не рваные, не грязные. Да, в хорошем виде. И в торговых центрах многих, вот Максимол, Броскамол, вот стоят такие зеленые короба, чужих детей не бывает, называется. Вот, пять точно мест есть. И есть еще магазин Second Hand Добра Много, вот, на переулке Гаражном. Туда можно вот, кроме воскресенья, в любой день привезти вещи. Вот в дубльгисе найти Добра Много и привезти. Ну, вот, чтобы охватить наибольшее число тех, кому нужна помощь и поддержка, нужны люди. Вот кто может стать волонтером, кто становится волонтерами? Волонтером, опять же, так же, как мы помогаем всем людям. И волонтерами абсолютно разные люди хотят стать. То есть у нас есть и молодежь. Мы в основном делаем ставку, конечно, чтобы молодежь, она социальную активность проявляла через волонтерство. Вот я Ивана как-то приглашал тоже поволонтерить, я думаю, с его плотным графиком это удастся однажды сделать. И люди разные присоединяются, они видят в социальных сетях то, что мы делаем. Вот, возможно, вот сейчас эфир увидит, скажет, я хочу стать волонтером, да? И они пишут и обращаются. Я говорю, это и даже становятся волонтерами те люди, кому мы помогли. То есть абсолютно разные. Ну, вот здесь можно подробнее объяснить, что значит быть волонтером? Это нужно все время быть начеку, все время ждать звонка, что тебе позвонят? Или можно разово приехать, помочь, просто перевести вещи, и в этом ты уже будешь волонтер? Все верно, есть несколько чатов у любой благотворительной организации, куда люди добавляются просто как формат волонтерства, и туда отправляется какая-то заявка. Например, люди хотят отдать вещи, но не могут бабушка, я хочу отдать, у меня есть хорошие вещи, я там вязала, старалась, у меня нет сил дойти до броскомола и там закинуть. А ваш волонтер может приехать, забрать? Да, и мы тогда кидаем заявку в чат, и человек просто может разово поехать забрать эти вещи и отвезти в пункт передачи. Как называется чат в Телеграме? Ну, вы просто находите в социальных сетях организацию «Потому что могу». А, и там. Пишите, да, я хочу помогать, мы вас автоматически добавляем в чат. Ну, там порядка, сейчас там 100 человек находится, но этого достаточно, чтобы оперативно какие-то вопросы... Ну, то есть, каждый человек выбирает для себя сам удобный график и, ну, скажем так, ту степень вовлеченности, которую он может себе позволить, да, вот, например, вот, учитывая свой рабочий график. То есть, это не обязательно, нужно там с 9 утра, там, до 10 вечера... На телефоне сидеть. Хотя люди разные попадаются. Один молодой человек, он говорит, я сейчас в отпуске, он мне постоянно звонит, придумай мне работу, куда еще, куда. Говорит, не хочу время в пустую тратить. Здорово. Ну, а как вы находите тех, кому помогать? Люди сами на вас выходят или, может быть, там, соседи, друзья? Ну, у нас есть два формата. У нас есть в городе Хабаровске, когда люди сами находят, к нам обращаются совершенно разными просьбами. А есть формат, когда мы целенаправленно едем в поселки, вот, на Найский район, например, мы очень подружились. Каждый месяц мы выезжаем, мы везем 20 продуктовых наборов и грузовик вещей. То есть, там социальная защита на местах уже приглашает людей, ну, кто находится в списках, как нуждающиеся семьи, пожилые. Какие люди, вот, в таком формате? Давайте еще раз поговорим про вещи, которые мы отдаем. Как бы это странно ни звучало, но все равно, в благотворительности должны участвовать вещи, которые качественные, у которых нет дырок, которые не порванные, которые не испаночканные, там, маслом машинами и чем-то еще. Потому что, ну, эти вещи передаются людям нуждающимся, а люди вряд ли нуждаются в дырявых вещах. А вот, может быть, есть категория, извини, кому там, может быть, детских вещей особенно не хватает? Или, может быть, женских, или мужских вещей, или обуви? Ну, общим ответом отвечу, конечно, но уже только целые вещи бывают, передают фирмы, предприниматели, передают вещи, одежду новую. То есть, где-то модель устарела, уже на реализацию она не так хорошо идет, прям коробками было, мы обувь привезли, коробками выстояли. Мы также и привозим игрушки. Дело в том, что, допустим, люди приносят игрушки в Хабаровске, в детские дома не примут у вас игрушки, потому что там особенная сертификация нужна, и много всего, и это правильно. А в поселках, вот мы выкладываем, на Найском районе, первый раз я скептически относился, говорит, давайте отвезем игрушки. Я думаю, ну ладно, вещи, одежда, обувь, а игрушки. Вы знаете, мы поставили стеллаж, расхватали, ну, с детьми родители пришли, за час все расхватали. По поводу вещей и одежды, еще раз повторюсь, у вас в гардеробе наверняка много одежды, которую вы уже перестали носить, забыли про что-то. Вот это как раз-таки можно отдать? Все верно. А еще я знаю, что вы очень тесно дружите с организацией «Чужих детей не бывает». Можно про это тоже сказать? Все верно. Вот как раз те боксы, куда вещи люди могут передать, они как раз и относятся к организации «Чужих детей не бывает». А мы в свое время просто занимались доставкой продуктовых наборов. Вот самоизоляция, помните, в 2019 году. И как-то мы сдружились с организацией «Чужих детей не бывает», так как это тоже их формат помощи. У них многодетные семьи, а мы по бабушкам, ну, грубо говоря, нуждающиеся пожилые люди. Вот на самоизоляции им нужны были продукты. И мы вот объединили наши усилия для того, чтобы помогать. То есть мы в свое время в свой офис люди превослили, у нас просто люди заваливали в офис. Я замучился эти вещи перебирать, я не знаю, какие нужно, какие не нужно. Я там просто в этой пыли попух. А потом узнал, у людей есть секонд-хенд, у них есть склады, у них есть вот эти боксы. Мы порой не знаем, что уже кто-то что-то делает. Просто, ну, нужно объединяться, нужно дружить. И мы поэтому решили, что вы предоставляете вещи, а мы и так ездим по поселкам. Давайте вместе, совместно грузовик оформлять, загружать вещи. И вот таким образом мы решили вместе действовать. А когда в поселке приезжаем, у чужих детей не бывает, у них на местах есть так называемые ячейки. То есть взрослые люди, которые занимаются помощью, скажем так, многодетным семьям на местах, кто проживает. И они приглашают эти семьи взять вещи, взять продукты. То есть такая коллаборация происходит. Мы уезжаем, а на местах остаются люди, которые... Работающие. Хотелось бы еще добавить в конце нашей беседы, ко всем нашим зрителям обратиться. Делать добро сегодня, и это хорошо, это нормально. И не нужно этого стесняться. Сделали доброе дело, расскажите об этом в социальных сетях. Расскажите об этом, вот как сейчас Павел Горелов с нами поделился. Чтобы больше людей заряжались этим самым духом взаимопомощи. И так будет, наверное, меньше людей, кому нужна будет последствия помощи. Ну, один из способов, о которых было рассказано сегодня в торговых центрах города Хабаровска, вы можете найти боксы, куда можно сложить нормальные вещи, нормальную обувь, которые вы уже не носите, но в которых многие нуждаются. Также вы можете в социальных сетях найти по запросу «Потому что могу». Собственно говоря, эту организацию, которая вам расскажет, чем и как и где вы можете помочь людям. Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Горелов, руководитель организации «Потому что могу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова